Are you listening? Итак, дорогие друзья, это программа Papillon. Сегодня мы отправились на старую железнодорожную станцию в Тель-Авиве, в Испанию. И это спокойная составляющая ее под названием Вики. И Кристина. Это именно то место, которое напоминает довольно шумную, веселую Испанию, потому что здесь, поверьте, каждый вечер, довольно-таки при вокзале настроение, очень много людей, много шума, громкая музыка и вкусная еда. Ну и, конечно же, алкоголь, как без него. Поэтому буквально через несколько уже секунд мы расскажем вам о всем том, что происходит здесь. Итак, дамы и господа, мы в самом сердце Испании. И именно сейчас у нас есть возможность отведать эти прекрасные блюда. Это еще не все блюда. Нам предлагают некоторые блюда, которых еще нет. Мы расскажем вам о всем том, что мы здесь отведали. Ты готов? Вики, Кристина, поехали! Дмитрий Росинский, расскажи нам, пожалуйста, о том, что ты попробовал сегодня. Сегодня мы ели примерно 8 блюд, не включая сладостей. Огромное количество блюд, просто обилие, явст. Сказать честно, они маленькие, ценообразование строится так, от 17 до 68, ну, скажем, 35-40 шекелей. В среднем стоит блюдо, это маленькое блюдо, вы им не наедитесь. Ну вот это вот и есть Тапас. Идея в том, что вы просто берете вилочку, подсажетесь к друзьям и едите у них с тарелки. Такой формат, в принципе, расположен здесь. Здесь есть музыка, она будет громкая через пару часов, будет огромное количество людей. И, по сути, это подразумевает такое вот движение. Это выпивка и закуска, потому что здесь нет больших блюд. То есть не ждите здесь, чтобы везет тарелку огромную с чем-то таким с явствами огромным. Знаете, что это такое? То есть все это по-маленькому. Но это в основном является как бы для нас, наверное, да? Для тех, кто приехал сюда в СССР, лучше, наверное, где-то с закусками. Костие с кон сальса де ситрон. Это свиные ребра в синеньком соусе. И чапотль, это перец. Так вот, как вам хочу сказать, это было просто идеально. Также мне понравился вроде бы простой салат из помидоров обычных, помидоров шери. Но могу вам сказать, что там что-то есть, вот какая-то определенная, какой-то соус они сделали, который делает этот салат непростым. А вот именно очень вкусным, очень интересным. Я был удивлен. Я никогда, бывая здесь, не заказывал себе сладкого. В этот раз мы его попробовали. Вот не знаю даже, с чего начать, потому что, например, было мороженое. Вот мороженое, но оно было с таким, каким-то шоколадным кремом с орешками. С карамелью. С такой лопаткой из карамели. Потом, например, было тоже мороженое, которое запеченное в крем-руле вот таком. Я думаю, что вот самый идеальный вариант, это если вы где-то поужинали, и вам хочется провести время в такой теплой, веселой Испании, находясь в Тель-Авиве. Именно это место, потому что здесь можно весело провести время, здесь можно выпить и хорошо покушать десерты. Мы были в ресторане Вики, Кристина, программа «Попион». Мы продолжаем. Итак, наши дорогие френды программы «Попион». Мы продолжаем наши кулинарные походы в Израиле, по Тель-Авиву в данный момент, потому что, несмотря на то, что, наверное, может показаться, что мы в каком-то саду, мы в самом центре Тель-Авива. Расскажи, пожалуйста, где именно мы находимся? Это бар Геора, данному заведению более 16 лет, в них есть и блюда, и коктейли. Поехали! Итак, дамы и господа, после того, как мы отведали все блюда, которые нам предложили в баре Геора, хотелось бы отметить несколько блюд, которые, как мне кажется, наверное, есть только здесь. Например, есть целое меню для вегетарианцев и людей, которые не едят мясо вообще. И нам преподали такое интересное. Я не ем батату, но тем не менее, то, что было в середине, довольно было интересно. Это был горох вместе с тхиной, но в совокупности это было довольно-таки сытно, симпатично. Ломтики такие, да, курицы в соусе вместе с пюре. Соуса было, конечно, много, как мне кажется, на мой вкус, но тем не менее, это блюдо одно из, наверное, самых полюбившихся мне из всего того, что мы пробовали здесь. Мне очень понравился соломон, который тоже преподали с тхиной. Как мне кажется, вообще соломон тяжело испортить, но тем не менее, это было вкусно, это было сытно. Свекольный салат с фетой. Он немного необычен, и он не такой классический, который вы можете попробовать в других местах. Его действительно стоит попробовать, мне кажется. Касательно, например, баклажанов, которые подаются здесь с тхиной, это очень концентрировано тхиной. Я первый раз в жизни ем, это исключительно является пастой. Тхина-нутелла. Да, это тхина-нутелла, который вы просто вылопнете по швам. Питер, блогер, куки. Это фирменный десерт, нам сказали о том, что люди для него приходят сюда. Мне нравится, вот я бы для этого, да, вернулся. Подведя итог о данном заведении, при таком потоке людей, в принципе, предоставить сервис людям по еде можно, по бару можно. Здесь, в принципе, это предоставлено. Сказать, что это заведение выделяется на фоне остальных чем-либо, я не могу. На фоне этих мест, которые мы вам уже предлагали в нашей программе, наверное, это место будет довольно-таки дневным ланчем, который вы захотели просто перекусить, ничего особенного в плане меню. Но, тем не менее, все съедобно. И что самое интересное, это, наверное, все-таки то, что это как бы такой сад посередине Тель-Авива. И это тоже, конечно, завораживает. Здесь хорошая музыка. Вечерами здесь проходят даже концерты. После того, как вы уже плотно поели, вам захотелось перебазироваться в бар, то здесь есть отдельное место, отдельная огромная комната, которая является баром, в которой есть реально много напитков на любой вкус. Поэтому в этом это очень большой плюс. Мы продолжаем программу «Попион». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Попион». Сегодня мы отправили в заведение, которое называется «Консьерж». Находится оно в Тель-Авиве по адресу дизингов 95. Консьерж – это человек, в чьи обязанности входит обеспечение постояльцев, гостиницы или жильцов дома всем необходимым и создание для них комфортных условий. Поэтому мы сейчас и посмотрим, насколько комфортные условия в этом баре. Поехали, будем проверять. Леонид, он является барменом заведения «Консьерж», в которое мы сегодня отправились. Расскажи немного о данном заведении. Мы находимся на дизингов 95. Что это за место? Как оно было сформировано? Давно ли ты здесь трудишься? «Консьерж» был открыт полтора года примерно назад. Большой серьезный коктейль «Баш», что подходил чем больше людям со всех мест мира. Это называется «Консьерж», потому что мы имеем все. У нас и хорошая еда, у нас шеф-кухня, и у нас есть очень на высоком уровне коктейли. Все, что вы хотите – вино, спиртное – все у нас есть. Я вам не приготовил несколько коктейлев, которые можете попробовать выпить. Это безалкогольные коктейли? Нет, они все алкогольные. Я немножко переборщил и решил всех напоить. Но один из них – этот вот товарищ наш «Джангл Буди» с «Тигром». Это наш веселый коктейль джунглевый, кокос, ананас, пассифлора. Он мне, кстати, очень сильно нравится, потому что его я пробовал. И вот черри этот прекрасный, я его тоже пробовал. Мне, например, интересно вот именно про эти два услышать. Этот коктейль называется «Диперпел», как группа. Коктейль – он свекольный коктейль. Тут есть наш домашний сироп, который мы делаем со свеклой и с ванилью. Да, свекла чувствуется, но сладкий – это круто. Вопрос, кстати, на кухне. Ты говоришь, суть консьержа – это в том, что у вас и качественная кухня, и качественные коктейли. Действительно, и музыка очень классная. Немного о еде, например. Наш шеф-повар, он очень любит рыбу. Тут порция рыбная, великолепная, тут замечательная, савичи. Свежая рыба, каждый раз рыба другая. Очень вкусно карпаччо тут делают. Делают тоже очень интересный израильский подход на английский фишн чипс. Немного хотелось бы добавить о самой атмосфере в заведении. Атмосфера нестандартная. Она действительно впечатляет. Она дает ряд позитивных эмоций. И сподвигает вас привлечь сюда и друзей, и просто кайфовать в этом заведении. Спасибо тебе, Леонид. Хотел бы отметить несколько открытий, которые были здесь сегодня в кулинарном смысле. Во-первых, савичи Красной Туны. Однозначно, по-моему, для этого стоит не только сюда возвращаться, а периодически посещать это место хотя бы раз в неделю, потому что это безумно было вкусно. Нью-Йорке. Оно было красного цвета. Мы задались вопросом, почему оно, собственно, красное. Такое впечатление, что вам сделали свежевыжатый сок из свеклы, добавили туда какие-то ингредиенты, и в совокупности это дало ощущение вау. Итак, дорогие друзья, мы все-таки выяснили, что такое консьерж. Суть заведения в том, что и качественная еда, и качественный алкоголь, музыка, атмосфера и так далее. Мы пришли к выводу, что да, действительно, это так. Дамы и господа, программа «Попион» рекомендует вам заведение «Консьерж» как вкусовой и эстетический оргазм. Мы не можем промолчать про эти десерты. Это очень вкусно. Ваше лицо трестет по швам. Нельзя столько есть, граждане. Держите себя в руках. Держите себя в руках.